Возможно, осуществляем подвоз воды, все коммунальные службы подняты, что нужно отключать физически, помогают ребятам, помогают душить. То есть какая техника коммунальная, в каком количестве на месте? Здесь водовозки в количестве 10 штук, и они постоянно меняются. Все водовозки сейчас подняты со всех округов. Водоканал нам представил машины, они все находятся на постоянной заправке и подвозе воды. Все коммунальные службы здесь. Видим, что с жителями вы общаетесь, как-то координируют, вот именно Погорельцев, что с ними сейчас, где они, какая с ними работа где-то? С жителями сейчас работают наши социальные службы, заместители округа по району, управления жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас ведем опрос с точки зрения того, какое количество здесь проживало, для того, чтобы понять, какое количество пострадавших. Плюс, для того, чтобы понять, где мы будем размещать сегодня ночь, какое состояние, просто эмоционально. То есть у нас сейчас готовится и здесь и областное правительство, Министерство социальной защиты, соответственно, у нас пойменный центр подготовлен, кризисные квартиры. Мы сейчас готовим, чтобы временно разместить. Мы просто ведем беседы, и сейчас у нас там штаб, и все люди там пытаемся всех собрать, потому что сосредоточены, чтобы понимать, что там. Есть ли информация, все ли все-таки вышли из жилых домов? Знаете, вагон так быстро распространялся, я тут с самого начала, когда начал, все люди выбежали, с одной стороны, мы детишек убирали. У них просто были газовые баллоны, мы начали вытаскивать вещи с ними, баллоны, и часть людей, ну, в принципе, все видели, то есть он распространялся достаточно долго. То есть из зданий точно все вышли. Но вот мы не думали, что на это здание крайнее переместилось. Сейчас вот вроде бы соседи говорят, что, возможно, там была бабушка, будут обследовать. Ну, все остальные вроде бы у нас пока в поны зрении. Хорошо, спасибо.